Я просыпаюсь и благодарю Бога за очередной день. Всякое может случиться, поэтому перед тем, как приступать к чему-нибудь, мы должны поблагодарить Его за то, что вообще есть. Когда я только начал писать биты, мне пришлось убедить себя, что это сработает. Поэтому чередовать музыку с учебой, спортом, гульками и вечеринками не получится. Ты должен быть сосредоточен только на музыке. Ты где, Фрайрок? В Бэтпещере. Скажи тому стрелку, что я вижу, как они там снимают. Я вижу там здоровенную такую волыну. Волыну, ага. Чего интересно, братан? Я в Бэтпещере, заруливай. Мне нравится писать биты со своими людьми, с кем я действительно кентуюсь. Поэтому у нас и получается так хорошо. Мы не заморачиваемся по поводу публикации, чё им надо указать первым. Мы просто кайфуем. Друг для друга мы просто продюсеры. Нам нравится эта работа. Ничто не должно встревать в неё. Я наконец-то осознал, сколько ребят следит за мной. Я всегда соглашаюсь на фото. Это напоминает мне о том, что люди любят и ценят мою музыку. Я люблю битмейкерство и продюсирование за то, что оно позволяет делиться музыкой, от которой люди будут получать наслаждение. Я люблю битмейкерство и продюсирование за то, что они будут получать наслаждение. Музыка всегда поднимает мне настроение. Обычно я не расстраиваюсь по всяким мелочам. Негативная энергия рано или поздно тебе аукнется. Наверное, я уже выработал в себе привычку ни о чём не беспокоиться. Но это ещё и один из моих недостатков, мне так кажется. Но и преимущество тоже. Как я остаюсь с позитивным настроем? Я просто держусь подальше от всей этой шумихи. Продюсер Года. Нет, это не по мне. Все эти давящие вопросы, мол, Метро, а что теперь, а что то, а что сё? Я пытаюсь не углубляться во всё это. Чем бы я ни занимался, я всегда работаю в поте лица и никогда не останавливаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!